Эти на вид хрупкие и лёгкие девочки на самом деле невероятно сильные и выносливые спортсменки. За каждым трёхминутным выступлением месяцы упорного труда и оттачивания каждого элемента выступления. На соревнованиях участницы должны показать ряд обязательных фигур. Где-то понадобятся навыки удержания баланса, где-то поможет координация, а где-то не обойтись без сильных мышц или растяжки. Каждое направление воздушной акробатики имеет свои особенности, но неизменно требует от спортсменов смелости и силы духа. Пилон очень силовой вид спорта. И там нужна и гибкость, и растяжка, и сила. Это акробатика, это полноценная акробатика. Плюс ещё нужен хороший хват, потому что пилон скользит, то есть чтобы удержаться очень... Мне кажется, после пилона можно заниматься вообще чем угодно, и будет всё получаться. Надежда со своими ученицами приехала на фестиваль из Ялты. Своих девочек она учит не сдаваться, воспитывая настоящих спортсменок. Однако девушка уверяет, помимо прочего, важно быть своим воспитанником-другом. Зная, что тренер всегда поймёт и поддержит, преодолевать трудности гораздо легче. У меня есть хорошие здесь друзья, мне нравится свой спорт. Я люблю выступать. А как много ты уже занимаешься? Полтора года. А много тренируешься часто? Ну, четыре занятия в неделю. Показать свои умения участникам предлагают в различных дисциплинах. Помимо спортивного пилона, это воздушные кольца, полотна и гамаки, а также оригинальные снаряды – кубы, петли и спирали. Выступают на фестивале не только дети, но и взрослые спортсмены. Анастасия Бойко уже несколько лет преподает воздушные дисциплины в Ростове-на-Дону. В этом году на фестиваль она приехала с одной из своих лучших учениц. Вместе девушки выступили в номинации «Кольцо». Для Виктории это первые соревнования. Возможность вынести на суд жюри то, над чем так долго работали, дарит непередаваемые ощущения. Волнение и кайф. Да, ну, больше даже уже кайф, когда начинаешь выступать, это невероятно. Я первый раз, мне безумно понравилось. Да, очень здорово. Ну, это невероятное сочетание одновременно силы, большой силы и одновременно красоты. То есть это всё делает воздушную гимнастику такой красивой. Показать свои умения на фестиваль приехали более 150 участников из разных уголков России. Москвы, Московской области, Кирова, Самары, Новосибирска и других городов. Севастопольцев среди них совсем немного. Воздушная атлетика в нашем регионе только начинает развиваться. Спорт развивается, особенно пилон, но очень не хватает школы воздушно-силовой атлетики. То есть у нас есть одна школа в Севастополе, полотна, занимаются дети. И очень хотелось бы популяризовать и развивать это направление, чтобы было больше школ, чтобы было больше профессиональных тренеров, педагогов, чтобы наши команды из нашего города тоже могли приезжать в другие города, соревноваться и представлять нас, и занимать призовые места. С помощью подобных фестивалей, которые проводятся в Крыму ежегодно на протяжении уже четырех лет, организаторы надеются сделать воздушные дисциплины в Севастополе популярнее и влюбить в этот спорт как можно больше людей. Сделать это не так сложно. Выступления легких и воздушных спортсменок, на которых как будто не влияет сила тяжести, выглядят захватывающе. София Драговоз, Денис Александрович, Семен Форумбюро.